Вечерний променад по парку, свежим воздухом подышать и пройтись перед сном. Почти обязательный пункт в распорядке дня Ксении. Однако подарок из рук незнакомых людей получают впервые. Кепка с надписью «Я выбрал жизнь без наркотиков». Молодые люди живут именно под таким настроем. Ведут здоровый образ жизни, зарядка и спорт обязательны. А пагубные привычки советуют обходить стороной. Не связываться с плохой компанией, а если связываться, то отлучать их от этого. Уже завлекать их какими-то другими хобби, увлечениями, развлечениями. Антинаркотический рейд по паркам и улицам Самары уже стал традиционным. Это часть программы по профилактике наркомании. Профилактика – лучшее лечение. Хотя и таксиома популярна у медиков, к борьбе с наркоманией тоже прекрасно подходит. Любовь к спорту, здоровому образу жизни и достижения высоких результатов в учебе и карьере молодым людям прививают всевозможными способами. Массовыми мероприятиями с участием волонтеров и спортсменов. Только в июне в Самаре провели порядка сотни антинаркотических акций. Приобщить наиболее активную часть населения, которая является молодежь, к активному образу жизни, к позитивному восприятию жизни. Естественно, вопрос профилактики наркомании, вопрос крайнего вреда и пагубности привычек, связанных с употреблением наркотиков, был там один из ведущих. В антинаркотический рейд по вечерам отправляются сотрудники департамента по вопросам общественной безопасности и контроля вместе со специалистами наркоконтроля и полицейскими. Футболки, бейсболки, пляжные сумки спортсменам и активистам. А вот нарушителям закона, распивающим алкогольные напитки прямо на лавочках в парке, порицание и разъяснительная беседа. Впрочем, ни одного протокола о правонарушениях не составили. Большинство самарцев с пониманием относятся к критике и сразу же отправляются из мест общественных домой. А кто-то пенными напитками поливает газоны и все же остается в парке, но уже без алкоголя. Как отмечают специалисты, результаты профилактики налицо. Год назад во время такого же рейда по паркам Гагарина и Воронежские озера было составлено пять протоколов на особо буйных нетрезвых нарушителей. Сегодня все спокойно. Антинаркотические рейды продолжатся, а ежедневно за соблюдением закона об ограничении распития спиртного в общественных местах следят полицейские и добровольные дружинники, патрулирующие улицы. Марина Кравцова, Павел Просняков. События.